Так, друзья, у нас сегодня мастер-класс крепления рейлингов в бетонной парке поверхности. Сегодня мы будем производить его с помощью химических анкеров. Я покажу технологию, расскажу, какие есть особенности, и увидите вы готовый результат. Первое, что мы сделали, мы сделали расчет мест крепления анкеров. Рассчитали ветровые нагрузки, каждый анкер будет нести порядка 96 кг. Мы на это и рассчитываем. Полностью поле должно быть равномерно распределено по поводу мест крепления. Ну и дальше, походу, я буду рассказывать, как правильно делать химические анкеры. Все, кто впервые на канале или уже частенько заходит, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписался. И пишите, как обычно, комментарии. Конструкция простая, сложного ничего нет. Бурим отверстие, закачиваем туда химический анкер и вставляем, соответственно, вот этот анкер. Ничего сложного нет. Главное правильно сделать расчет, разметку и количество необходимых анкеров. Профили бывают абсолютно разные. Но главная здесь особенность именно этого профиля, что здесь будет крепеж среднего зажима в виде ласточки-хвоста. Он сюда будет вставляться и лепестки расходятся по бокам. Слева и справа крепежи как раз для того, чтобы их закрепить к уголку, либо к анкерному канкеру, скажем так, к анкерному крепежу. И снизу есть также крепеж, когда есть необходимость крепления для других целей. То есть это универсальный профиль, стандартный, никаких тут особо вопросов не должно возникать. Мы работы выполняем обязательно в защитных ботинках, в защитной одежде и в защитных очках. Но это не реклама. Крепить мы сегодня будем вот на такой химический анкер из полиэстера. Он предназначен как раз для кирпичной кладки, для бетонной поверхности и для различных других поверхностей. Мы используем 410 мл. Есть меньше, там 200 с чем-то, 300 с чем-то, но 400 более экономически выгодный. Здесь химический анкер имеет определенную шкалу, при какой температуре, сколько времени есть для того, чтобы выполнить работу. Вот у нас сейчас температура в районе 30 градусов, соответственно у нас есть 3 минуты для того, чтобы разместить химический анкер. И 40 минут для того, чтобы несущая способность его вышла на свой запрограммированный, скажем так, заложенный производителем уровень. То есть 3 минут у нас есть на монтаж и 40 минут, через 40 минут можно уже ставить солнечные панели. После того, как вы пробурили, необходимо убрать всю пыль, которая вышла, для того, чтобы она не попадала в отверстие. И дальше я покажу, как мы будем устанавливать химический анкер. Эти анкеры подходят также для керамических крыш. Единственное, что нужно смотреть на длину волны, для того, чтобы его правильно установить. То есть вот эта вот часть должна заходить в несущую конструкцию и волна будет там порядка от 8 до 10 сантиметров. Соответственно эти анкеры тоже подходят универсальные. Есть такие же анкеры длиннее 250-300 миллиметров для разных поверхностей. После того, как вы просверлили, необходимо всю пыль, которая осталась внутри, всю выдуть из отверстия. Так будет контакт намного прочнее. Многие установщики этого не делают, но это очень важный факт. Когда мы работали с компанией Hilti, у них даже гарантийные обязательства были только после того, как мы заверяли, что мы делаем вот такую вот продувку. Для этого нужно было приобрести специальный такой насос, которым используется для продувки вот этих вот отверстий. И так погружаем химический анкер в необходимом количестве. И затем вставляем туда металлический анкер. Часть должна немножко выйти и резинку поджимаем. Эта резинка предназначена также на керамических крышах. Она необходима для того, чтобы вода во время дождя не попадала. И чуть-чуть вышедшей массы ничего страшного. Это можно оставлять. Никаких проблем с этим нет. Здесь бетонная крыша. Крыша не потечет. Швов здесь нет. Еще раз повторюсь, время работы при нашей сегодняшней температуре всего 3 минуты, поэтому нужно делать все очень быстро. И через 40 минут можно монтировать сюда уже солнечные панели. Несущая способность этих анкеров будет уже той, которую запроектировали создатели этого химического анкера. Очень важный момент, что смесь смешивается в носике. Вот в этом специальном двухкомпонентный состав. В баллоне он не застывает, но только как он вышел наружу, соответственно застывает буквально за 3 минуты. Эти носики сменные, их можно поменять. А баллон не нужно выкидывать. Смесь, которая там осталась, она находится в двух камерах отдельных. После того, как химический анкер застыл, подготавливаем крепеж для крепления профиля. Катура закреплена. Длинный край мы уже отрежем после того, как будем понимать, будем продолжать дальше или нет. Ну, скорее всего, не будем. Может быть, сегодня и отрежем. Вот так вот все мы подготовили. И сейчас приступаем к монтажу самих солнечных панелей. Не забываем заземляющую пластину для заземления панелей. То есть заземление будет проходить с одной стороны, а между соединительными зажимами центральными будет проходить вот такая заземлительная пластина. Друзья, маленький мастер-класс. Я показал, как используются химические анкеры, как монтируется конструкция к бетонному основанию. Примерно такой же способ и керамической плитке, керамической черепице. Ну и различные керамические материалы. Все используются только химический анкер. Все, кто впервые на канале или уже частенько заходят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписался. И пишите, как обычно, комментарии. Надеюсь, вам пригодится это видео. Вы посмотрели, увидели, как монтируется химический анкер, как он выглядит, как он вообще устроен. От себя хочу сказать, что монтаж очень быстрый, приятный. И крепеж становится очень качественный. Такое ощущение, что просто кусок металла забетонирован в бетонной конструкции. Всем удачи, добра и позитива, как обычно. До новых встреч. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok